Слава Папамочане Икадаши описана в Бавишотара Пуране, в беседе Господа Кришны и Махараджа Ютхиштиры. Однажды Махарадж Ютхиштира обратился к Господу Кришне. «Мой дорогой Господь Кришна, Ты уже рассказал мне о славе Амалаке Икадаши. Теперь, пожалуйста, расскажи о том Икадаши, который происходит в период убывающей луны в месяце марта-апреля. Как называется этот Икадаши? Каков процесс соблюдения этого Икадаши и его результаты?» Господь Кришна отвечал. «О, лучший из царей! Название этого Икадаши – Папамочане. Сейчас, пожалуйста, услышь о его славе». Давным-давно о славе этого Икадаши мудрец Ломаса рассказал царю Мандати. «Этот Папамочане Икадаши приходится на период убывающей луны в месяце марта-апреля. Этот Икадаши аннулирует все следствия греховных поступков и наделяет мистическими совершенствами восьми видов». Мудрец Ломаса сказал, «В древности Кубера, хранитель сокровищ, полубогов, был владельцем прекрасного леса с цветами, известного как Чаитра-Рартха, где погода была прекрасна настолько, словно царствовала вечная весна. В том лесу резвились ганхарвы и кенары. Полубоги, возглавляемые Индрой, часто приходили в лес, где приятно проводили время. Великий мудрец по имени Метхави, преданный господой Шивы, совершал аскезы в этом лесу». Апсары, небесные танцовщицы, пытались всячески вывести мудреца из равновесия. Среди апсар была одна знаменитая апсара по имени Манджу Гоша. Она изыскивала средства привлечь внимание мудреца. Испытывая страх перед мудрецом, Манджу Гоша построила хижину неподалеку от ашрама мудреца и стала петь песни своим сладким голосом, аккомпанируя себе на вине. Видя Манджу Гошу, которая, умощенная сандаловой пастой, украшенная благоухающей цветочной гирляндой и сладко поющая, была необычайно привлекательна. Купидон, который является врагом господа Шивы, пытался покорить мудреца, который поклонялся господу Шиве. Поскольку господь Шива испепелил Купидона, то последний, желая отомстить своему губителю, вошел в тело мудреца. В это время мудрец Медхави с белым священным шнуром на теле, обитатель ашрама Чиаваны Ариши, был подобен второму Купидону. Распалившись похотью, Манджу Гоша медленно приблизилась к мудрецу. Мудрец Медхави тоже потерял голову от вожделения и позабыл господа, которому поклонялся. Он отказался от практики преданного служения и был настолько опьянен обществом красавицей, что потерял способность отличать день от ночи. Так мудрец долгие годы провел в обществе Апсары. Когда Манджу Гоша окончательно убедилась в том, что мудрец утратил свое положение, она решила вернуться на небеса, в райское царство. Медхави, поглощенному брачными играми, она заявила, «О, великий мудрец, теперь, пожалуйста, дай мне позволение вернуться домой». Мудрец ответил, «О, прекрасная женщина, ты пришла ко мне лишь для того, чтобы остаться здесь на ночь, но с наступлением утра ты можешь возвращаться». Услышав эти слова, Манджу Гоша испугалась и продолжила жить в обществе мудреца. Так, хотя Манджу Гоша прожила в обществе мудреца 57 лет, девять месяцев и три дня мудрецу казалось, что прошла лишь половина ночи. Затем Манджу Гоша вновь попросила у мудреца позволения вернуться домой, но мудрец сказал, «О, прекрасная, пожалуйста, внемли мне, ведь еще только утро, пожалуйста, подожди, пока я закончу выполнение моих утренних ритуалов». Изумленная Абсара с улыбкой сказала мудрецу, «О, великий мудрец, сколько времени тебе потребуется, чтобы совершить эти ритуалы? Разве ты еще не завершил их? Ты провел долгие годы, наслаждаясь моим обществом. Пожалуйста, задумайся о том, насколько ценно время». Услышав подобные речи Абсары, мудрец пришел в чувство и, оценив, сколько времени прошло, сказал, «Увы, о, прекрасная, я растратил 57 драгоценных лет моей жизни. Ты стала причиной краха всех моих аскетических усилий». Глаза мудреца наполнились слезами, и все его тело задрожало. Мудрец Медхави проклял Манджу Гошу следующими словами, «Ты поступила со мной, как ведьма, поэтому ты сейчас же превратишься в ведьму. О, грешная женщина, будь ты проклята!» Будучи проклятой мудрецом, Манджу Гоша смиренно сказала ему, «О, лучший из броминов, пожалуйста, аннулируй проклятие, ведь я провела много лет в твоем обществе. О, мой владыка, ты должен простить меня». Мудрец ответил, «О, изящная, что я теперь могу поделать? Ты разрушила все мое богатство аскезы, но так и быть, я расскажу тебе о практике, благодаря которой ты освободишься от этого проклятия». Экадыши, который приходится на период убывающей луны в месяце марта и апреля, называемый «попомочани», способен уничтожить последствия всех греховных поступков. «Если ты будешь верой и правдой соблюдать этот Экадыши, твоим страданиям придет конец». Сказав это, мудрец Медхаеве вернулся в ашрам своего духовного отца, мудреца Ачхяваны. Увидев своего падшего сына, мудрец опечалился и сказал, «Увы, увы, о, мой сын, что ты наделал? Ты не должен был разрушать все богатство своей эскезы, став жертвой обычной женщины». Мудрец Медхаеве отвечал, «О, уважаемый отец, я настолько невезуч, что совершил великие грехи в обществе Абсары. Потому, пожалуйста, дай мне наставление и расскажи, как я могу искупить мои грехи». Услышав жалобные речи своего раскаивающегося сына, мудрец Ачхявана сказал, «О, мой сын, благодаря соблюдению по помочине Экадыши, который приходится на период убывающей луны в месяце марта и апреля, все следствия греховных поступков полностью уничтожаются. Поэтому ты должен соблюдать этот Экадыш. Выслушав эти сострадательные речи своего духовного отца, Медхаеве с особым энтузиазмом соблюдал этот Экадыши. Под влиянием этого Экадыши все следствия его греховных поступков разрушились, и мудрец Медхаеве стал необычайно добродетелен. В это время прекрасная манджу Гоша тоже соблюдала этот благоприятный по помочине Экадыши, благодаря чему вернулась на небеса. Рассказав эту историю царю Мандати, мудрец Ломаса заключил. Мой дорогой царь, благодаря соблюдению этого Экадыши все следствия греховных поступков автоматически уничтожаются. Слушая о славе этого Экадыши или читая о ней, человек достигает результатов раздачи тысячи коров. Благодаря соблюдению этого Экадыши все виды грехов, таких как убийство Брамина, убийство зародыша, пьянство и прелюбодеяние с женой Гуру полностью нейтрализуются. Поскольку этот священный Экадыши столь благоприятен и разрушает все грехи, то каждый должен соблюдать этот Экадыши. Так заканчивается описание славы по помочине Экадыши из Бавишотара Пураны.